ДНР Берегу себя, особенно в помещении. Они, конечно, в краску добавляют ароматизатор, она так не ощущается. Но меньше ядовит redoist не становится. Так, ну я думаю, можно исправление становиться слаще. Куда мы сейчас едем? Повыше. Повыше хочу линию волос сейчас проработать. Чёрным. Ну, это, собственно, художник, автор граффити. Ну, ещё несколько слов о береговом. В средней школе будущий генерал-лейтенант начал увлекаться авиационным спортом в городском аэроклубе, а также авиамоделированием и стал руководителем секции. После завершения 8-летней учёбы в школе устроился слесарем на местный металлургический завод. Учился в военной школе лётчиков, в 1942-м ушёл на фронт, был трижды сбит и один раз ранен в голень. Провёл 185 боевых вылетов на разных аппаратах, среди которых известный Ил-2. За проявленное в сражениях героизм и отвагу в 1944 году был удостоен звания Героя Советского Союза. По завершению войны продолжил службу ВВС, где достиг звания полковника гвардии. Окончив в 1948 году курсы лётчиков-испытателей, занимался испытанием различной воздушной техники. В 1961 году был удостоен звания заслуженный лётчик-испытатель СССР. На награждение Георгий Береговой встретился с Леонидом Брежневым. Многие говорили, что мужчины чем-то похожи. 42-летний герой войны Береговой дважды подавал заявление на зачисление в отряд космонавтов. И, несмотря на пройденное медицинское обследование, не был принят. Однако в январе 1964 года главнокомандующий ВВС Вершинин единолично принял решение о зачислении Берегового в отряд космонавтов. Приехал к нам буквально сразу.